СМОК БЕЛЬЮ Полное непривычных трудностей путешествия пробуждает в нем решимость испытать свои силы и все преодолеть. Рассказ читает заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков. Дул сильный порывистый ветер, когда смог белью с трудом преодолевая его, вышел на берег. В предрассветных сумерках дюжину лодок нагружали драгоценным багажом, который удалось перенести через Чилкут. Все работали, работали изо всех сил, потому что быстро наступала зима, и нужно было перебраться через цепь озер, прежде чем они покроются льдом. Однако, войдя в палатку мистеров Спрага и Стайна, Кит не обнаружил никаких приготовлений к отплытию. У огня, под защитой брезента, покуривая самокрутку из оберточной бумаги, сидел, подобрав под себя ноги, маленький толстенький человечек. Добрый день, сказал он. Вы новый слуга мистера Спрага? Кит заметил, что толстяк слегка подмигнул ему, и слова мистер и слуга произнес многозначительно. Кит кинул головой. А я слуга доктора Стайна, объявил коротенький человечек. Во мне пять футов двой дюйма росту, и зовут меня Малыш. Джек Малыш. Малыш оказался говорливым пессимистом. Он дал хозяевам очень нелестную характеристику и сделал несколько мрачных предсказаний насчет экспедиции. Оба они набиты деньгами, говорил Малыш. Скверные люди. Ради своих делишек они готовы мертвого ограбить. А ты подписал контракт? Кит покачал головой. Ну, тогда мне тебе жаль, дружище. В этих краях голод, и они бросят тебя на произвол судьбы, как только мы доберемся до Доусона. Зимой здесь много людей погибнет от голода. Но мы сговорились, начал Кит. На словах, оборвал Малыш. А слова для них ничего не стоят. Закабалят они тебя с твоим словесным контрактом, друг смог. Деньгами сорить они умеют, но работать не любят. Все утро валяются в постелях. Отдуваться придется нам с тобой. В восемь часов из палатки потребовали кофе, а в девять хозяева встали. Эх, эх, сказал спрак краснощекой, откормленный малый лет двадцати пяти. Пора собираться. Рекомендую вам заняться погрузкой. Малыш многозначительно подмигнул Киту. Больше полутора тонн багажа, а сами не палец о палец не ударят, вот увидишь. Они платят нам, чтобы мы за них работали, весело отозвался Кит. Я думаю, нам придется с этим примириться. Перетащить на спине три тысячи фунтов груза на сотню шагов вообще нелегкое дело. А перенести их в шторм и метель, когда тяжелые резиновые сапоги увязают в снежных сугробах, и того труднее. Слуги сложили палатку и упаковали кухонные принадлежности. Затем принялись грузить лодку. Что нас задерживает, спросил спрак недовольным голосом. Тронемся мы когда-нибудь или нет? Лодка спущена на воду, ответил малыш. Лодка нагружена. Что же еще, по-вашему, нужно сделать, чтобы отправиться в путь? Сесть в лодку и оттолкнуться. Идем. Хозяева уселись. А кит и малыш принялись толкать лодку перед собой. Когда вода стала заливать за отвороты высоких сапог, они вскочили в лодку. Хозяева и не дотронулись до весел, а потому лодку сразу же прибило обратно к берегу. Раз десять повторялось одно и то же. Кит и малыш выбились из сил. Малыш, проклиная весь мир, уселся на корме. Кит вычерпывал воду из лодки, а хозяева раздраженно переруговались. Если вы будете меня слушаться, я попробую отчалить, сказал Спрак. Но намерению его не суждено было исполниться. Не успел Спрак перекинуть ногу за борт лодки, как его окатила волна, и он вымок до пояса. Придется поставить палатку и разложить костер, воскликнул мокрый Спрак, когда лодку снова выбросило на берег. Я замерз. Мы остаемся до утра. Полярная зима приближалась и сковывала все, как железом, а путники продвигались вперед медленно, тратя много дней попусту. В Уинди-Армстайн самовластно отставил кита от руля и взялся управлять лодкой сам. В результате не прошло и часа, как лодку отнесло на подветренный берег, где яростно бушевали волны. Два дня были потеряны на починку лодки, а когда на третий день утром хозяева и работники вышли на берег, на корме и на носу красовались огромные буквы, сделанные углем надписи «Чачака». Кит улыбнулся, оценив меткость прозвища. «Я, конечно, умею читать и писать, и я знаю, что «Чачака» значит «новичок», но я не настолько образован, чтобы написать такое трудное слово», заявил малыш в ответ на обвинение стайны. Оба хозяина злобно посмотрели на кита. Кит промолчал о том, что накануне вечером малыш попросил его показать, как пишется это слово. С каждым днем, убеждая в своих силах, в своей возрастающей ловкости, он все глубже проникался презрением к хозяевам. Они не только раздражали и возмущали его, но и внушали ему омерзение. Сам он отведал медвежьего мяса, и оно пришлось ему по вкусу. Они же отбивали у него всякую охоту к этой еде. Его неприязнь к ним порою доходила до ненависти. Хозяева раздражали кита не столько своими вечными придирками, сколько своей беспомощностью. Все-таки он принадлежал к закаленному роду старого Исаака Белью. Первые пороги находились в ящичном ущелье. Это был захлопнутый ящик западня. По сторонам его поднимали с отвесными стенами скалы, и выйти из него можно было только через пороги. Русло реки сужалось здесь, и вода, как бешеная, с низким ревом, мчалась через узкий проход. Ящичное ущелье пользовалось дурной славой. Здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей. Высадившись на крутом берегу, где уже находилось штук двадцать нерешительно выжидающих лодок, кит и его спутники отправились посмотреть на пороги. Они подползли к карнизу и глянули вниз на кипящий водоворот. Спрак отшатнулся. «Боже мой!» — закричал он. «Да тут не выплывешь!» Малыш многозначительно толкнул кита локтем и прошептал. «Трусы несчастные!» «Бьюсь об заклад!» «Они сдресят!» Кит не слушал его. Во время этого путешествия на лодке он познал упрямство и безжалостность стихии. Ему захотелось помериться с ней силами. «Нам нужно будет держаться гребня на середине реки», — сказал он. «Если мы отклонимся от него, лодка налетит на скалы. И мы даже не узнаем, обо что расшиблись, докончил малыш. Умеешь плавать, смог. Если случится беда, я предпочел бы не уметь плавать. Один конец». «Я тоже так думаю», — мрачно проговорил незнакомец, стоявший рядом с китом на скалах. «Хорошо бы, если бы все это было уже позади. А я и за деньги не пропустил бы такого случая», — сказал кит. «Он говорил вполне искренне. Но в то же время ему хотелось подбодрить незнакомца. Постояв немного, кит направился к лодке. «Так вы решились?» — спросил незнакомец. Кит кивнул головой. «А у меня не хватает духу. Я тут торчу уже много часов. Чем дольше я смотрю на реку, тем больше страху нагоняет она на меня. Гребец я плохой, а со мной жена и маленький племянник. Если вам самим удастся благополучно переправиться, не поможете ли вы мне?» Кит вопросительно взглянул на малыша. Тот молчал. «С ним жена», — сказал кит. «И ему не пришлось разочароваться в товарища. Ладно», — согласился малыш. «Я и сам думал, что нужно помочь человеку». Малыш и кит заторопились, но Стайн и Спраг не двинулись с места. «Желаю удачи, — смог!» — крикнул Спраг. «Я...» — он замялся. «Я останусь здесь, посмотрю, как вы справитесь. Нам нужно троих в лодке. Двоих на веслах, одного на руле», — твердо сказал кит. Спраг и Стайн переглянулись. «Никуда я не поеду», — сказал Стайн. «Если ты не боишься стоять здесь и смотреть, так и я не боюсь». Кит и малыш ушли одни. «Обойдемся и без них», — сказал кит. «Ты будешь грести, а я сяду на руль. Греби напрямик и больше никаких. Там будет такой шум, что ты меня не услышишь. А потому помни, грести без передышки и держать прямо». Они отчалили и вышли на середину реки. Течение становилось все более быстрым. Из ущелья доносился грохот. Река спокойно вливалась в ущелье, гладкое, как расплавленное стекло. Когда лодка очутилась между черными скалами, малыш налег на весла. Лодка подскочила на первых порогах, и гребцы были оглушены ревом клокочущих вод, которое удваивало эхо ущелья. Путников окатило холодными брызгами. Порой кит едва различал малыша, сидевшего на носу. За две минуты лодка прошла три четверти мили и благополучно примчала их к низкому песчаному берегу. Малыш восторженно крикнул. «Вот оно! Медвежье мясо! Самое настоящее!» Признаться смог, садясь в лодку. Я трусил, как черт. «А теперь я за медвежатину. Идем, переправим другую лодку». Переправив через пороги лодку Брека, так звали их нового знакомого, Кита и Малыш познакомились с его женой, худенькой женщиной, похожей на девочку. Брек сделал попытку вручить Киту 50 долларов и, потерпев неудачу, предложил деньги Малышу. «Чудак человек!» – ответил Малыш. «Я приехал в эти места, чтобы выколачивать деньгу из земли, а не из своих же товарищей». Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы посмотреть на новые пороги. Долго молчали. «Первым заговорил Малыш. Идем», – сказал он. «Нужно попытать счастье. Если мы еще будем здесь стоять, я просто струшу и сбегу». Малыш и Кит по колени в снегу вернулись к началу порогов и отвязали лодку. Кита пришпоривал решимость товарища, а также память о том, что старый Исаак Белью и все другие Белью не раз совершали подобные подвиги в своем победоносном шествии на запад. Что сделали они, то может сделать и он. Через несколько минут мокрый до нитки Малыш, причалив к берегу ниже порогов, пожимал своему товарищу руку. На берегу они встретили Брека. Его жена стояла поодаль, она в упор смотрела на них, и Кит прочел в ее глазах мольбу. Малыш тоже заметил умаляющий взгляд миссис Брек. Повинуясь общему чувству, товарищи кивнули друг к другу и зашагали к порогам. Но не успели они пройти и сотни ярдов, как навстречу им попали Стайн и Спрак. «Куда вы?» – спросил Спрак. «Переправить еще одну лодку», – ответил Малыш. «Оставьте, уже темнеет. Вы оба сейчас же пойдете готовить нам ужин». Возмущение Кита было так велико, что он не сказал ни слова. «С ним жена», – сказал Малыш. «Это его дело», – ответил Стайн. «И мое и смока», – сказал Малыш. «А я вам запрещаю», – грубо крикнул Спрак. «Смок! Еще один шаг, и вы уволены!» «Не с места, Малыш!» – прибавил Стайн. «Вы без нас пропадете», – ответил Малыш. «Как вы доставите вашу несчастную лодку в Доусон? Кто будет подавать вам кофе в постель? Идем, Смок! Они не посмеют рассчитать нас. Кроме того, у нас уговор. Если они нас рассчитают, им придется даром кормить нас целую зиму». Едва не спустили лодку Брека на воду и отъехали от берега, как волны стали плескать через борт. Впрочем, это было еще только предвестие того, что ждало их впереди. Малыш весело глянул на Кита, и Кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело. Пороги клокотали все сильнее, и тучи брызг окружили лодку. В следующую минуту лодка запрыгала на волнах, то ныряя, то взлетая на гребне волн, и Кит изо всех сил налегал на руль. Он уже ничего не мог разглядеть в облаке водяной пыли и желал только одного, чтобы дядя видел его в эту минуту. Мокрый, мокрый насквозь, задыхаясь. Они вынырнули ниже порогов. Лодка была полна воды, и легкий багаж плавал на поверхности. Малыш сделал несколько осторожных взмахов веслами, в водовороте лодку подхватила течением, и она мягко коснулась отмели. С высокого берега на них смотрела миссис Брэк. На следующее утро лодка Спрага и Стайна отчалила по обыкновению одной из последних. Несмотря на то, что Брэк был плохой моряк, и что вся его команда состояла лишь из жены и племянника, он давно нагрузил свою лодку и с рассветом пустился в путь. Но Стайна и Спраг не торопились, словно не понимали, что озеро может замерзнуть в любую минуту. Не будь они такие тряпки, мы перемахнули бы на тот берег, сказал Кит малышу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои насквозь промокшие макосины. Сегодня уже были бы там, если бы они не заставили повернуть обратно. Стоило поработать еще какой-нибудь час, и нас вынесло бы на западный берег. Наши хозяева беспомощные младенцы. Правильно, согласился малыш. Он придвинул свои макосины к огню и задумчиво помолчал. Послушай, смог, до Доусона еще не одна сотня миль. Если мы не хотим мерзнуть здесь всю зиму, необходимо что-нибудь предпринять. Ранним утром, еще задолго до рассвета, малыш поднял громкий крик. Вставайте, орала он, получайте свой кофе. Мы отправляемся в путь. Ворчая их нычась, стаин и спраг поднялись на два часа раньше, чем обычно. Ветер стал крепче. Лица путников заиндивили. Весла потяжелели от льда. Они боролись три, четыре часа. Один на руле, один сбивал лед и двое на веслах. По очереди менялись местами. Северо-западный берег все приближался. Но ветер крепчал, и, наконец, спраг не выдержал, бросил весло и отказался грести. Малыш схватил весло, хотя его только что сменили. Наконец, после многочасовых усилий, они достигли берега и увидели одни только скалы, о которых листал прибой. Причалить было невозможно. Говорил я вам, хныкал спраг. Их, кит и малыш промолчали. Кит повел лодку вдоль негостеприимного берега. Кит старался утешить приунывших хозяев. Он говорил им, что лодки, которым удалось добраться до этого берега, не возвращались. Следовательно, они где-то нашли удобную пристань. Они гребли еще час, еще два. Спраг бросил весло. Не могу больше со слезами в голосе, сказал он. Мы тоже больше не можем, крикнул кит, чувствуя, что сейчас расплачется или совершит убийство. Но мы все-таки идем вперед. Мы возвращаемся. Поверните руль. Малыш, если он не может грести, возьми у него весла и греби, приказал кит. Ладно, отозвался малыш, а он пусть сбивает лед. Но спраг заявил, что не отдаст весел малышу. Стайн тоже бросил грести, и лодку понесло назад. Бывают минуты усталости, когда люди забывают обо всем, чему их научила цивилизация. И такая минута наступила. Каждый дошел до предела. Спраг снял перчатку, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Это было для кита еще неизведанным ощущением. Но оказалось, что это вовсе не страшно. Он чувствовал себя, как ни в чем не бывало. «Если вы сейчас же не уберете револьвер, — сказал кит, — я отниму его у вас и переломаю вам ребра. Если вы сейчас же не повернете лодку обратно, — прогремел спраг, — я пристрелю вас!» Тогда вмешался малыш. Он бросил скалывать лед и с топором в руке встал за спиной у спрага. «Спраг, — сказал кит, — опустите револьвер и принимайтесь за греблю. Даю вам тридцать секунд!» Спраг колебался с минуту, затем истерически смея спрятал револьвер и начал грести. Еще два часа. Дюйм за дюймом продвигались они вдоль негостеприимных скал, и кит уже опасался, что сделал большую ошибку, не повернув назад. Еще минута, и он повернул бы руль, но вдруг перед ним открылся узкий проход, ведущий в спокойную бухточку, защищенный от ветра. Это была гавань, в которой нашли приют лодки, прибывшие раньше. Путники причалили к отлогому берегу, и пока хозяева вознеможения лежали в лодке, кит и малыш раскинули палатку, развели костер и принялись стряпать. Вечером, когда усталые хозяева, завернувшись в одеяло, уснули крепким сном, кит пошел посмотреть, в порядке ли лодка. Озеро замерзает, возвестил он. Если лодка останется хотя бы на один день на озере, ей придется зимовать здесь. Значит, необходимо выехать сегодня? Сейчас же? Кит утвердительно кивнул головой. Вставайте, эй вы! Сони! Заорал малыш и, не теряя времени, принялся убирать палатку. Вставайте! Озеро покрывается льдом. Нужно сегодня же выбраться отсюда. Стайн со злым лицом уселся на постели. Пусть его замерзает. Мы не тронемся сегодня. Ну и не трогайтесь, пожалуйста. А мы со Смоком берем лодку и едем. Но вы же подрядились доставить вас в Доусон, перебил малыш. Вот мы и тащим вас в Доусон. Разве не так? И он наглядно подтвердил свои слова, обрушив палатку на головы хозяевам. Ломая тонкий лед маленькой бухты, лодка вошла в озеро, где тяжелая, как стекло, вода оседала на веслах льдом. Впоследствии Кит нередко пытался восстановить в памяти события этой ночи, но это ему никогда не удавалось. А что чувствовали несчастные спрак и стайн, думал Кит, вспоминая свои тогдашние муки. Пробиваясь сквозь замерзающую воду, он чувствовал себя так, как будто борется с лютым морозом и невыносимой усталостью по крайней мере уже тысячу лет. Наутро лодка стала и не с места. Когда немного рассвело, они огляделись. Всюду, куда хватал взгляд, расстилалась ледяная равнина. Озеро замерзло. Вдали, в какой-нибудь сотне шагов от них, виднелся северный берег. Малыш уверял, что там устье реки и что он видит воду. Работать были в состоянии только Кит и Малыш. Разбивая веслами лед, они повели лодку дальше. Когда последние силы уже покидали их, быстрое течение реки вдруг подхватило лодку и понесло. Оглянувшись, они увидели, что целая стая выехавших ночью лодок бесповоротно застыла в могучих тисках льда. А они обогнули отмель и помчались вниз по течению. День за днем плыли они вниз по быстрой реке. И с каждым днем береговой лед сковывал все большее и большее пространство воды, подбираясь к середине реки. Перед тем, как лечь спать, они вырубали во льду желоб для лодки и переносили все необходимое для привала на берег. Утром они снова вырубали лодку из свежего льда и тащили ее к воде. Малыш установил в лодке железную печку. Из праг и стаин проводили у печки длинные томительные часы. Они покорились судьбе, не отдавали больше приказаний, и единственным их желанием было поскорее добраться до Доусона. «Наша лодка будет последней, которая достигнет Доусона в этом году», сказал кит. «В реке ни капли воды смог, так двинемся по льду. Идем». На берегу в Доусоне собрались любопытные поглазеть на ледостав, и из темноты к ним долетела боевая песня малыша. «Как аргонавты в стрину, родной покинув дом, и мы плывем, тум-тум, тум-тум, за золотым руном». Три дня работали кит и малыш, перетаскивая полторы тонны груза в дом на высоком берегу Доусона, купленный Спрагом и Стайном. В сумерки, когда работа была окончена, Спраг пригласил кита к себе в теплую комнату. Снаружи термометр показывал 65 градусов ниже нуля. «Месяц еще не кончился, смог», сказал Спраг, «Но вот вам ваши деньги сполна. Счастливого пути!» «А уговор?» воскликнул кит. «Вам известно, что здесь голод. Даже на приисках нельзя найти работу, если нет своего продовольствия. Наш уговор...» «Не помню никакого уговора», перебил Спраг. «Может быть, вы помните какой-нибудь уговор, Стайн? Мы наняли вас на месяц. Вот вам деньги. Распишитесь в получении». У кита потемнело в глазах. Он сжал кулаки. Спраг и Стайн шарахнулись от него. Но кит ни разу в жизни никого не ударил. К тому же он чувствовал себя настолько сильнее Спрага, что постыдился его ударить. Малыш заметил его колебания и вмешался. «Послушай, смог», сказал он. «Я тоже ухожу от этих молодцов. Неохота мне оставаться у них. Будем держаться друг друга. Ладно? Бери одеяло и отправляйся в олене-рок. Жди меня там. Я соберу свои пожитки, получу с наших хозяев, что следует, а потом они с меня получат, что следует. Моряки неважны, но теперь, когда мы на твердой земле, я от тебя не отстану». Через полчаса малыш появился в салуне олене-рок, где его ждал кит. «Жаль, что ты не видал нашей схватки», — весело говорил малыш. «Описать невозможно, что там творилось. Бьюсь об заклад, что ни один из них целую неделю носа на улице не высунет. А теперь у нас с тобой выбора нет. Работы без собственного продовольствия здесь не получить. Наших денег хватит на месяц, на харчи, на амуницию. А потому едем на Клондайк подальше. Если по дороге нам не попадутся лоси, мы пристанем к индейцам. А если через шесть недель мы не набьем пяти тысяч фунтов лосины, я готов вернуться к нашим хозяевам и принести им мои извинения. Согласен?» Кит пожал малышу руку. «Ну, какой я охотник», — сказал он смущенно. «Малыш поднял свой стакан. Ты из тех, кто питается мясом. И я научу тебя». Вы слушали рассказ Джека Лондона из цикла «Смок белью». Передача вторая. Читал заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков. Продолжение нашей передачи вы сможете услышать завтра. Продолжение следует...